красота здорово нас тут встретили большой номер какой красивый класс огонь когда у тебя путешествие на один день что ты берешь ну соответственно ты берешь там духе расческу и одну косметичку который еле закрывается но тем не менее на потом вам со сделал разбор что берет твоя подруга просто оль что у тебя ты весь дом ты решила вообще что уйти от своего мужа что-то сделала не пойму вот эти раз вот эта тетя сонина косметичка очень важная вот это вот да ладно ну конечно как ты вообще без аэрозоли в нос бы прожила просто промоешь нормально иногда и ситуации когда этот распек очень короткие вообще не успеваете вот внезапно все было хорошо хорошее настроение нажал впереди него на кнопку лифта и получил ну не успел других ситуациях вы чувствуете этот разбег иногда прям с утра чувствуете что будет или там что-то потихоньку так накапливается да вот это вот во время разбега это единственный вариант когда вы можете прекратить предотвратить истерику если вы видите разбег если вы успеваете в этот момент можно иногда не всегда но часто можно что-то сделать отвлечь пошутить пошутить давай руки дитя и в два раза больше чем в заключенную тюрьме тюрьмы там считали просто что нельзя человеку да в списке составлять что человеку нельзя составлять в списке вот подростку нельзя в два раза больше чем в заключенную тюрьмы да при этом Все плюшки детского возраста он тоже утрачивает. На него не умиляются, его не любят, его любят, конечно, но в смысле нет вот этого всего. Его не балуют, его часто не нацелены на то, что как-то порадовать. От него требуют, от него ждут. Ему рассказывают, как надо, как неправильно, как сейчас и так далее. И, конечно, подростковый возраст в этом смысле не прав. Ребят, хочу с вами поговорить на следующую тему про фонд «Круг добра», который захватил все мое внимание за последнее время. Это что-то новое для России и, конечно, становится очень интересным. Короче, как такие проекты реализуются и реализуются ли они вообще? Если кто-то не в курсе, то этот фонд был создан посредством ведения нашего президента дополнительных сборов. Ну, короче говоря, все налоги с богачей в России будут идти на лечение с редкими и очень серьезными заболеваниями. И, конечно, фонд работает относительно недавно и уже успели выделить деньги на это, на все, и закупили лекарства. И вы знаете, мне хочется искренне верить, что выделяемых средств на такие благие вещи станет в разы больше, а больных детишек в разы меньше. Ты вот этих типов всех по именам знаешь? Ну, давай. Это Баша. Это Муха. Это Настя. Ты сейчас придумаешь? Подожди, мы так до утра сейчас будем им имена тут давать. Это Сюня, это Сюня. Все, на Сюню и остановимся. Нет. Дальше. Пап, как ее назовут? Да, да, ты какой-то в небо видишь. А Лохматина. А Лохматина. Да, Лохматина. Лама. Ухся. Хрустовый палец. Я думал, это никогда не закончится ТЭЭ. Выехал на вылизанной машине просто ватными ушными палочками, каждую щель в ней протер. Еду аккуратно, потому что такие лужи. Думаю, надо аккуратненько не запачкать тачку. На очередном повороте вылетает какой-то просто ее вот в такую лужу по горло, ныряет. Просто полностью меня обливает. Я выехал на машине, она была как зеркало. У меня еще и в люк прилетело. Все, здесь вся торпеда, она уже. Я, естественно, это сразу наличное воспринял. Ну, как я еду тут аккуратно, стараюсь. Не запачкаться, ползу. И вдруг этот сумасшедший встречник. Я думаю, сейчас развернусь, догоню его. А потом думаю, что скажу. Что-то меня обрызгал. Он едет вообще, у него свои дела в голове. Он даже, наверное, не думает о том, что он кого-то может обрызгать. Может, с женой поругался. Может, у меня на работе плохо. Может, вообще, просто какой-то стритрейсер торопится. Еду и думаю, молчи, Курбан, терпи. Тебе за это воздаться. Может, ничего не остается. Погода «Все, как я люблю» называется. А еще я вчера поняла, что очень классные девчонки ходят на лекции. Прикольные. Во-первых, они много мне всяких приятных вещей понаписали, поотмечали меня. А во-вторых, мы вчера вызвали таксиста. В гостинице, где проходила лекция, стояли под дождем, мокли. Этот таксист не туда приехал, не мог никак понять, откуда нас забрать. В итоге так и не доехала. И подъезжает девочка и говорит, Ксень, давайте я вас отвезу, куда вам надо. Это так прикольно. Спасибо ей огромное. Мы с ней, правда, еще пока ехали, всю дорогу друг другу психологические советы давали. Что вообще удвоено. Мне приятно. Но было очень классно. С такой погодой у нас просто плакучая грива. Плакучая грива. У меня были кудряшки. Барашки. А еще я наступила на очки. Мы чутка отоварились, сейчас идем кушать. Смотрите, какая прикольная. Это вызывать лифт, чтобы не дотрагиваться, поняла? Не дай бог коронапрова. Или пуговырять в зубах. В зубах. В зубе, в одном. Зуба, зуба. Дождя. Он всегда... Поэтому мы всегда на шопинге. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Ребята, меня очень радует тот факт, что пандемия реально истлевает. И это видно невооруженным глазом. Людей на улице все больше и больше. Нет никаких ограничений на тусовке ночи. И выявление в случаях заражения все меньше и меньше. И это, безусловно, очень хорошие новости. А самое главное, что все больше людей возвращаются на свои рабочие места. Ну или наконец-то смогут... Ну или люди нашли новые рабочие места благодаря пандемии, в том числе, что тоже очень радует. Я, кстати, сейчас смотрела, сидела статистику. И в статистике показано, что с сентября месяца прошлого года численность безработных сократилась почти вдвое. Там с 3,7 до 1,9 миллиона человек. Ну, конечно, все равно эта цифра не маленькая, но тем не менее радует, что сократилась. Это самое главное. Ну что, спасибо Сочи за хорошую погоду. Поедем в наш снежочек. Что мы ждем-то? Сочи за хорошую погоду. Берти, ну его только помыли. Хватит его слюнявить. Берт. Берт. Ты слышишь меня? Зачем его слюнявишь все время? А, слюня? Он, видишь, чистенький какой. Мы только помыли. Ай, больно. И ты чистенький, ты тоже чистенький, да, да, да. А ты грязненький. Цветаш. Цветанчик. А зачем ты мне телефон купила? Как зачем? Чтобы ты, чтобы у тебя был телефон для связи. А почему ты мне забрала его? Потому что ты вместо того, чтобы держать телефон для связи, целыми днями в тиктоке в нем смотрела. Ну, я не буду тикток смотреть. А зачем тебе тогда телефон? Какая, такая. А зачем тебе это? Связи держать, всякие мультики смотреть. А, так связи держать или мультики смотреть? А мультики смотреть. Ну, просто у нас телевизор не работает, а на чем не смотрят? Да, и у нас 8 телевизоров дома. Как это не работает? Там как было? Два голубя было, правильно? Ну, рассказывай. Ну, сначала он повторял за вот этим голубем. Нет, они жили вместе. Они были как братья. Дружили, кушали. Все делали вместе, правильно? Да. А потом один захотел улететь и посмотреть мир. А тот ему говорил, не надо лететь. Там очень опасно. Там ястребы, дождь, ветра. Ты можешь погибнуть. А тот говорит, нет, я мир посмотрю и прилечу. А мир оказался какой? Нет. Просто для этой птицы он был опасный. Что ты делаешь? Ну, как мир такой? Мир очень интересный. Я говорю, Тея, какой мир оказался? Она говорит. Вот такой. Ты слышала то, что я басни читала? Нет, а какую? Почему про голубь здесь все басни крылого? Это лисица и мартышка. Полное собрание басен. Лисица и мартышка. Ты ее знаешь, да? Ты ее учила? Нет. Если ты мартышку, то тут на миллиард троник. А ты какую учила? Свия под дубом. А, точно. И вороная лисица. На вороной лисице я учила два года назад. Вороная лисица это самая легкая. Ну, вряд ли я ее помню. Че ее не помнить-то? Помни. Давай, начинай. Я не помню. Ну-ка. Там сначала идет мораль. Сейчас. Уж сколько раз ты видели миру, что лезть? Молодец. Да? Что лезть грустно и все не вкрой. Гнусно. Гнусно. И какая еще? Вредна. Вредна. И только все не вкрой. И лишь что-то. И в сердце. И в сердце. Листец всегда. А ты счит уголок. Вороня как-то раз. Нет, вороня. Где? Красивая книга очень. Марусь, я не могу найти свинья под дубом? А я здесь не могу. Так, могу дать свинья под дубом. Или тут нет, потому что тут, скорее всего, этого нет. Свинья под дубом, свинья под дубом пекала. Наела желудей до сута до отвала. Наевшись, выспалась под ним. Потом глаза продравшись стала. И рылом подрывать у дуба корни стала. Ведь это дерево вредит, не из дуба ворона. Коль корни обнажишь, оно засохнет. Пусть сохнет, говорит семья. Ничуть меня-то не тревожит. Не упроку на лобе ждет. Хоть век его не будет, ничего не пожалею. Лишь были в желуде на нем. Ведь я не надо, а не жалею. Неблагодарная пролома на лоб. Когда вверх могла поднять прерывы. Тебе видно было, что эти желуди на мне растут. Невежно так расследуемые. Бронит науку и ученые. И все еще не могу быть. И чувствую, что это касается плодом. Молодец. Ты приехал? Выходим, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.